В этом мастер-классе я расскажу вам, как быстро и достоверно измерить сигнал шум качественного фонокорректора. Для измерения шумов любой аудиоаппаратуры, не только фонокорректора, я настоятельно рекомендую Adobe Audition. Эта программа обеспечивает наиболее достоверные и удобные измерения. Она гораздо лучше, чем Райтмарк, даже Рев, ну и дюжина других аналогичных программ, которые такого удобства, вы сейчас это убедитесь, не обеспечивают. Итак, в нашем случае измерения шумов фонокорректора процедура состоит в следующем. Линейный вход звуковой карты мы соединяем с выходом фонокорректора. В данном случае я использую только один канал, левый, вот он сверху, с зеленым цветом. А правый канал я использую как контрольный для шумов. У него линейный вход тоже задействован, но закорочен. Таким образом, на синем графике я получаю спектральную плотность шумов звуковой карты, чтобы убедиться, что измеряемые мои шумы выше, чем шумы звуковой карты. То есть я измеряю то, что надо, а не подменяю характеристики. Скажем, если будет плохая звуковая карта, то ее шумы будут на уровне или даже выше того, чего я ожидаю от фонокорректора. В данном случае у меня Asus Xonar Essence STX, вот эта синенькая. И она на сколько там? На 10, 20, 30, 40, 50. Ее собственные шумы на 50 дБ ниже, как вы видите, чем шумы, тоже, кстати, очень маленькие, фонокорректора. Итак, что я делаю? Сначала, примерно 30 секунд, я подаю на вход фонокорректора сигнал синусоидальный частотой 1 кГц. С уровнем 5 мВ, если это фонокорректор для MM-головок, или 0,3 мВ, если это фонокорректор для MC-головок. Вот, записал 30 секунд сигнал, а потом, ничего не выключая, только выключаю синусоидальный сигнал входной, прописываю еще 30 секунд шумы фонокорректора. Вот это вот, отсюда до сюда, это будут у нас шумы. Все, после этого я могу проводить уже измерения. Вот что у нас получается, смотрите. Вот такие вот будут две бегущие спектрограммки. На верхней, кстати, мы можем оценить сразу же коэффициент гармоник. Вон там порядка минус 76 дБ. Это сколько получается? Это получается 0,02% коэффициент гармоник. Вот сейчас смотрите. Опа! Вот, сигнал 1 кГц пропал. И мы продолжаем смотреть шумы. Зеленым идет шумы на выходе фонокорректора, а синим это собственные шумы правого канала звуковой карты. Важный нюанс измерений. И звуковая карта, и настройки Adobe Audition, или там другой программы, если вы будете использовать, должно соответствовать 24-разрядному АЦП. 24 бит. Ну и желательно частота дискретизации 192 кГц. Но обязательно 24 бита, а не 16. Ну вот, значит, после того, как мы сделали 30 секунд, записали сигналы и 30 секунд паузы, Adobe Audition позволяет вот такой простой процедурой, смотрите, просто выделить вот часть сигнала и часть шумов. Вот так вот выделить, да? А вот тут вот нажать вот эту кнопочку Scan Selection. И через секунду мы видим результат по сигналу шуму. Видите? Dynamic Range Used 84 дБ. 84 дБ сигнал шум это невзвешенный. Понятно, да? Но нас, в принципе, интересует не невзвешенный сигнал шума, а взвешенный по кривой А, так называемый. Для того, чтобы взвешить шумы, нам надо шумовую часть подвергнуть частотной обработке фильтром Mac-A. К сожалению, в Adobe Audition такой характеристики напрямую нет. Но я придумал, как выйти из положения. Смотрите, вот можно в FFT-фильтре, да? FFT-фильтр. Под точком, вот так вот. Видите? Тут несколько, ну, сколько там, 15-20 вот этих точечек. Ввести так называемый фильтр A-weighted. Я его уже ввел до вас. А, в принципе, что он из себя представляет, это вот. Можете, скажем, взять стандартное значение вот эти вот для разных частот. Ну, сколько? Два десятка частот. От 20 Гц до 20 кГц. Вот необходимо сформировать вот такую вот очаху. Это делается буквально за 5 минут. Вот я уже это дело сделал. В эффектах FFT-фильтр Adobe Audition. И выделив тот вот фрагмент звуковой, который меня интересует, я сейчас Apply. Приложу вот эту характеристику очаху к выбранному участку фонограммы тестовой. Apply. Видите, да? И что я получаю? Я получаю, что... Еще раз просканировал этот селекшн. Получаю, что у меня сигнал-шум взвешенный 90... Почти 91 дБ. Вон, 90... Ну, скажем, 90 дБ. Помните, а было 84. То есть, взвешивание по кривой МЭК-А привело к улучшению сигнала шума. На 6 дБ. Было не взвешенный 84, а со взвешиванием стало 90. Вот, напоминаю вам, а до FFT, да? Вот оно. Было 84. Стало 90. Вот так, ребят. Вот так просто. С помощью Adobe Audition мы совершенно четко, достоверно измеряем... Буквально за секунду измеряем отношение сигнал-шум фона корректора. На очереди у нас мастер-класс по измерению частотных характеристик. Фоно-корректоров. А на сегодня все. Удачи! Всегда ваш Николай Сухов.